Представляем вашему вниманию видеоучебник по техническому анализу. В этот видеоучебник вошли материалы, знания и практический опыт в области технического анализа, наработанный опытнейшими людьми за последние 100 лет. Мы собрали эти знания и опыт в этом учебнике, переработали, дополнили реальными практическими примерами из опыта российского фондового рынка и рынка Форекс. Технический анализ, с одной стороны, очень сложный, так как в нем много математики, с другой стороны, он очень красив и потрясающе интересен. При этом технический анализ крайне субъективен, поэтому он не считается наукой, а является мастерством. Технический анализ всегда привлекал самых умных, сильных, творческих и предприимчивых личностей, которые стремились понять, как движутся цены на бирже и извлечь из этого доход. Этих людей раньше называли биржевыми спекулянтами, а сейчас называют трейдерами. Изучая и внедряя технический анализ и его методы, индикаторы и осцилляторы, вы приобретаете бесценный опыт, в том числе с очень сложными, непредсказуемыми, хаотичными явлениями и процессами, изменением цен на бирже. Осваивая и применяя технический анализ в работе, вы получаете шансы получать доход, разбогатеть, стать мудрее, свободнее, но для этого надо трудиться, совершенствоваться и идти вперед. При этом не стоит забывать и о рисках, которые существуют в любом виде деятельности. В работе трейдера они сопоставимы с рисками предпринимателя, у которого существует вероятность разориться. Учебник по техническому анализу создавался для всех, кто интересуется финансовыми рынками, биржевой торговлей, трейдингом, инвестированием, кто желает качественно улучшить себя и свою жизнь. Технический анализ очень многогранен, является универсальным инструментом, его можно использовать на рынке акций, фьючерсов, паёв фондов, сырья, валюты и прочее. При этом неважно, каким торговым терминалом вы пользуетесь, Quick, AlphaDirect, Atonline, Allertrade, MetaTrader4, SmartTrade. Однако важно помнить, что индикаторы, а особенно осцилляторы, не одинаково работают на разных рынках. Например, одни осцилляторы лучше работают на валютном рынке Форекс, но хуже работают на фондовом рынке. Другие осцилляторы лучше работают на рынке сырьевых товаров, но не работают на рынке валют. Узнать эти нюансы можно только, если вы занимаетесь изучением и практическим использованием методов технического анализа. Данный учебник представляет собой базовые знания в области технического анализа и основу для ведения обдуманного и разумного трейдинга. Главная задача этого учебника – помочь и сфокусировать вас на создании торговой системы, которые существуют у каждого опытного и успешного трейдера и инвестора. Идеи, знания и рекомендации из данного учебника являются лишь строительным материалом для создания комфортной и успешной торговой системы, вашей собственной торговой системы. В создании учебника принимали участие инвесторы и трейдеры с многолетним опытом торговли и инвестирования. Сейчас появилось много семинаров по техническому анализу, где вас обещают обучить за один или несколько дней. Но мы убеждены, чтобы научиться эффективно применять технический анализ, необходимо сначала вдумчиво изучать его, а потом практиковаться, причем много практиковаться. Мы хотели создать учебник, который поможет вам получить знания в доступном и максимально понятном виде. Тексты, графики, видео писались и создавались так, чтобы у вас не возникало вопросов, как это понимать, что это, где это. Но если, изучая учебник, вы встретили незнакомое или непонятное слово, то обратитесь к тематическому словарю трейдера и инвестора. Мы старались объяснять сложные вещи простыми словами. Некоторые тексты переписывались по 3-4 раза. Мы стремились сделать учебник удобным, простым и глубоким познанием одновременно, чтобы он был интересным и доступным начинающему инвестору или трейдеру, или любому интересующемуся. Мы желаем, чтобы каждый, кто посмотрел этот учебник, мог с гордостью порекомендовать его своим знакомым и друзьям. Возможно, кто-то из наших учеников после изучения этого учебника станет успешным инвестором, трейдером или бизнесменом и вспомнит нас добрым словом. Продолжение следует...